Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами поговорим о ведьме, которая будет качаться как маг стихий и наносить урон с помощью нового умения Зимняя Сфера. В итоге это умение получилось довольно-таки интересным, то есть оно визуально смотрится довольно-таки симпатично, и при этом это умение также симпатично, точнее очень-очень мощно наносит урон. Ну и благодаря данному скину можно фармить практически весь контент поя. Уберлабу Магет. Древнего его гвардов Магет. Шейпером его гвардами тоже справляется, с Убер Элдором не знаю, потому что еще не доводилось тестить. То есть я потестил этого персонажа в том контенте, который в принципе в основном и фармит множество игроков. В принципе этот персонаж даже несложно качается, его можно прокачивать практически с самого начала, но во всяком случае с того момента как становится доступным умение Зимняя Сфера. И в принципе как карты, так и боссов этот персонаж чистит достойно. Ну а самое главное, что это новое умение, так что грех его и не попробовать. Ну и если я вас заинтересовал, то давайте разберемся с балдом и с экипировкой. Поехали. Итак, первое что нам пригодится это естественно броня, и желательно брать штилинг. Броники можно использовать следующее. Или же плетение преданий, ну или же допустим разбитое сердце инвеси. Можно использовать что одну бронику, что вторую бронику. Тут уже на ваш выбор. Плетение преданий поднимет ваши характеристики, выживаемые скриты, но также максимизирует, или скажем так, сделает высший показатель сопротивления к всем стихиям. Но разбитое сердце импульса тоже будет поднимать ваш показатель здоровья, увеличивать ваш урон, если вы шокировали противника. А также когда противники будут погибать, под действием шока они будут взорваться и наносить урон. Следующий предмет, который нам пригодится, это амулет обетий демонов. Он поднимет наш урон от холода, будет пробивать сопротивление к холоду у противников, а также будет помогать контролить противников. Что касается оружия, то можно использовать или же обычное желтое оружие, которое поднимает ваш стихийный урон, урон от чар, а также урон от холода. Или же допустим такой же изл, как тень солярис. Он будет неплохо поднимать тоже наш урон, а также даровать дополнительный урон в виде урона хаоса. Ну и последний уникальный предмет, это колечко метка создателя. Колечко поднимет показатель нашего здоровья, а также позволит увеличивать наш урон от чар, если наше второе кольцо будет предмет древнего. Также естественно мы второе предмет, точнее второе кольцо используем именно под влиянием древнего. Кроме того, само это кольцо будет поднимать мой глобальный множитель крита, моё здоровье, а также дарует мне метку вождя 8 уровня. А это значит мне обеспечиться дополнительным хилл и восполнением маны. Но все остальные предметы, как допустим ботинки, пояс, перчатки, а также головной убор, они все как вы видите желтые. Но ищите такие предметы, чтобы максимизировать следующие ваши показатели. Это если надо здоровье, а также сопротивление ко всем стихиям. И если вдруг что, можете с помощью этих желтых предметов поднимать ваши характеристики, такие как сила, ловкость и интеллект. Теперь давайте разберем наши связки. Главная атакующая связка находится у нас в броне, и это шестилинг. Камушки тут следующие. Главное наше умение это умение зимняя сфера, а остальные камни этот скилл бафают. Камни следующие. Контролируемое разрушением, переохлаждением, много дополнительных снарядов, дальше пронизывающих холод, ну и усилитель. Связка, которая отвечает за перемещение, находится у меня в щите. Камушки тут следующие. Это огненный рывок, но также ускоренность от пренечер. В этой связке также у меня располагается колдовской выброс. То есть, когда я буду тратить определенное заданное количество маны с помощью умения огненный рывок, я буду запускать колдовской выброс. А это значит, что будет подниматься мой урон от чар. Следующая связка располагается у меня в ботинках, и эта связка будет баф в мою защиту, а также мой урон. Камни следующие. Это сотворение чар при получении урона, который будет запускать камушек при сыпе смерти, а значит дорвать мне временный иммунитет к физическому урону. Чтоб этот эффект работал дольше, тут еще имеется камушек продления. Также камень продления будет запускать, точнее не запускать, а продлевать следующий баф. Именно от умения праведного огня вал, потому что под действием праведного огня вал я буду наносить больше урона от чар. Следующая связка располагается у меня в перчатках, и она будет отвечать за баф моего урона. Камушки тут следующие. Это весь снег льда, весь снег грома, но также расширенный область действия. Также тут имеется камень, такой как призыв Гоему Молнии, для того, чтобы этот питомец помогал поднимать скорость сотворения чар. Следующая связка располагается у меня в оружии, и это трехлинг. Камушки тут следующие. Это софрень чар при получении урона, который запускает будет камушек у кусту же. И вот как раз таки благодаря этому камню мы сможем получать заряд ярости. Для того, чтобы увеличить действие этого скилла, тут стоит камушек расширенная область действия. Ну и последняя связка располагается у меня в моем головном уборе. Камушки тут следующие. Это призрачный бег. С помощью этого скилла мы будем быстрее перемещаться, а также будем, скажем так, становиться невидимыми для противников. Ну а также умение морозная бомба. С помощью этого скилла мы будем резаться противник холоду у наших противников. А для того, чтобы баф, точнее эффект от одного умения, а также от второго умения длился дольше, мы используем камушек продления. Но обособленно у меня здесь располагается еще и камушек порталу, для того, чтобы экономить место в своем инвентаре. Из флаконов мы используем один флакон здоровья. Кроме того, он будет снимать еще кровотечение. Дальше умирающее солнце, затем мудрый дуб, потом обещание Азири, ну и ртукный флакон для ускоренного перемещения. Что касается бандитов, то мы убиваем абсолютно всех разбойников, для того, чтобы получить два дополнительных очка пассивных умений. Что касается понтона, то сверху можно брать или же душу Солярис, ну или душу Лунарис, ну а снизу душу Градкул, или же душу Рюслаты. Ну это все, что касается нашей экипировочки, а теперь давайте разберемся с деревом пассивных навыков. Изначально пассивочки восхождения. Итак, как только мы проходим наш первый лабиринт, мы нашу ведьму превращаем в мага стихий и идем в сторону такой пассивки, как маятник разрушения. После второго лабиринта мы забираем зачинщик Раздора, после третьего лабиринта мы забираем Несущее Разорение, ну и после четвертого убер лабиринта мы берем Светочь Гибели. Вот такие вот были наши пассивки восхождения, а теперь наше основное дерево пассивных скиллов. Вот и оно, и если что, ссылка на это дерево будет находиться в описании под роликом, так что переходите и при необходимости с ним можете более подробно ознакомиться. Теперь давайте разберем его главные аспекты. Итак, в этом геймплее мы наносим стихийный урон, также этот урон на чар, поэтому все эти показатели мы где возможно апаем. Кроме того, мы еще апаем в себе увеличение области действия, а также немаловажный момент, чтобы наша зимняя сферочка работала дольше, мы берем еще вот эти вот пассивки, которые, собственно говоря, нам срок службы этой зимней сферы продлевают. Но все остальные пассивки, которые есть на этом дереве, они направлены на то, чтобы поднимать, допустим, вот эти пассивочки, эти пассивочки, эти пассивочки, ну и вот здесь вот пассивочки, поднимать нашу выживаемость. Кроме того, также мы еще тут поднимаем, как видите, с помощью вот этих вот пассивок наш у ворот, что от обычных атак, что от чар. Кроме того, с помощью этого дерева можно, в принципе, начинать качаться даже с самых первых уровней. То есть для начала в руки вы берете себе оружие, которое поднимает ваш стихийный урон, или же урон на чар, или же урон от любой другой стихии, и можете качаться с помощью умения волна холта, который очень-очень хорошо работает отныне. Но уже потом, когда будет доступно непосредственно само умение зимой сферы, можете переодеваться непосредственно в этот билд и уже дамажить. Что касается самосветов, то из уникальных мы используем зеленый кошмар, он будет помогать нам получать заряды ярости. Но что касается обычных самосветов, то берите такие, которые будут поднимать ваш урон, допустим, от чар, добавлять плоский урон к чарам. Также, если что, будут поднимать ваш урон от стихий, или же урон, допустим, от холта. Если будут подниматься показатели вашего здоровья с помощью самосветов, это тоже будет не лишним, так как этот обеспечит вам дополнительную выживаемость. Ну а теперь давайте я вам по шагу покажу, как качается это дерево с первого уровня до последнего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Напоминаю, если что, что ссылка на это дерево будет находиться в описании под роликом, так что переходите и, если что, ознакомливайтесь. А теперь мы давайте ознакомимся с геймплеем, который я вам продемонстрирую на карте 16-го тира. Итак, что касается геймплея. Во время перемещения мы будем использовать умение призрачный бег. Ну а если после активизации призрачного бега мы еще поражмем ртутный флакон, то перемещаться мы будем еще быстрее. Если перед нами будет появляться какой-то барьер, то его можно перепрыгнуть с помощью умения огненный рывок. Ну и далее перемещаться под действием ртутного флакона, а также умение призрачный бег. Это все, что касается перемещения. Теперь, что касается нанесения урона. То, естественно, мы его наносим с помощью умения зимняя сфера. И как этот процесс проходит. То есть мы запускаем наше умение зимняя сфера и начинаем его настакивать. То есть, грубо говоря, зажимаем нашу клавишу, где у нас забит данный скилл. Ну и поддерживаем до тех пор, пока не получим 10 стаков этого скилла. Затем отпускаем, ну и начинаем бежать искать противников. Заряды этого умения будут потихонечку-потихонечку слетать, и нам надо их постоянно поддерживать. Потому что чем больше зарядов у нас будет, тем больше в итоге мы будем наносить свой урон. Максимальное количество зарядов этого умения равняется 10. Но все равно, даже и при 3-4-5 зарядах этого умения, мы урона в противников будем выливать немаленькое количество. Если, допустим, перед нами появляется какой-то мощный противник, то к нему можно применить умение морозная бомба. Потому что благодаря этому скиллу мы будем снижать сопротивление к холоду у противника. Если захотим поднять себе еще урон, то прожимаем умение праведный огонь-баал. Потому что по действиям этого скилла мы тоже будем поднимать наш урон-чар. Но обращаю ваше внимание, что как только вы прожимаете праведный огонь-баал, вы сразу будете проседать под вашему здоровью. Так что будьте готовы восполнить себе здоровье. Или с помощью флакона здоровья, ну или с помощью нашего проклятия. Что еще касается проклятия. То есть когда я описывал экипировку, это проклятие, как вы помните, было зашито в одном из колец. Если, допустим, у вас такого колечка не найдется, потому что колечко с проклятием, в принципе, стоит немаленькое количество ресурса, то вы это проклятие можете использовать в своей экипировке. Точнее, в своих связках. Или же на противника автонавешивать это проклятие 40к, или же использовать его вместе с камушком богохульства. Потому что тогда это проклятие будет работать как аура. Но это такое вот небольшое замечание. Вот, дорогие друзья, в принципе, и весь геймплей. То есть перемещаемся мы с помощью умения призрачный бег. При этом мы становимся практически незаметными для наших противников. Но атакуем противников зимной сферой. Постоянно поддерживая, поддерживая, поддерживая максимальное количество зарядов. Ну, или близкое к максимальному. Ну, а для усиления своего урона мы используем морозную бомбу по противнику, а также менее праведный огонь вал. Ну, вот и все. Симпатично, изящно, при этом довольно-таки мощно. Ну, мне этот геймплей нравится. А как вам? Пишите в комментариях под роликом. Что вы думаете об этой заборочке? Тоже пишите в комментариях под роликом. Если будут какие-то дельные предложения по улучшению данного билда, опять-таки пишите в комментариях под роликом. Ну, а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание за просмотр и желаю удачи в фарминг-гейме. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok